Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я бы хотел показать вам свою коллекцию игр на PlayStation 4 и Nintendo Wii U. Ну, начнём, наверное, тогда с Nintendo Wii U, потому что коллекция у меня, на самом деле, достаточно очень маленькая, и в неё входит буквально 4 игры. То есть, наверное, первая игра, которую я купил, это, конечно, Bayonetta 2, то есть эксклюзив для данной консоли. Вот. То есть обычно такое стандартное издание, то есть ничем не отличается. Игра на английском языке, как такового мануала у неё нет, он там в электронном виде представлен, то есть ничего из себя игра не представляет особого. Вот. Второй диск моей коллекции это Sonic Boom Rise of the Lyric. Вот. То есть здесь тоже ничего особого, честно говоря, не будет. Вот. Несмотря на русское описание на обложке, игра полностью вся на английском. Вот. Вместе с консолью мне достался вот такой вот диск. Это Nintendo Land. То есть он даже входил в бандл именно с самой консолью, то есть продавался вместе с ней. Вот. Здесь самое, что интересно, уже есть вот её мануал полноценный на русском языке. Но, честно говоря, что из себя представляет игра, я не очень представляю, поскольку так её не допускаться. Ну и, конечно, пока что первая и последняя игра на русском языке в моей коллекции для Wii U, это самолёты по мотивам диснеевского мультика. Здесь даже есть, кстати, мануал, что меня тогда очень удивило. Вот. Ну и, соответственно, сведу это всё. Сейчас будет, конечно, тема поинтереснее. Это PlayStation 4. То есть, что у меня есть на него. То есть... Ну вот это Resident Evil Original Collection. То есть здесь у нас Resident Evil Remake HD и Resident Evil Zero HD. То есть это, скажем так, HD переиздание ремейка первой части Zero, которые были на Nintendo GameCube до этого эксклюзивами. Вот. И, в принципе, на PlayStation 3 в цифровом виде они у меня уже были. Вот. Я себе купил физическую копию в коллекцию. Но что меня расстроило в этом издании, ребята, сразу скажу. Нормально, в принципе, эта игра без интернета не работает. То есть не знаю, как это делается, но если, мало ли, отключили вас интернет, то есть попытайтесь вы с такого диска эту игру запустить. Значит, закройте только меню, а дальше сама игра не будет просто грузиться, требуя подключения к интернету. Не знаю, зачем так делать. То есть... Значит, следующая игра в моей коллекции это Doom. Вот. То есть это, получается, уже четвёртая часть Doom. Которая является, в принципе, по факту ремейка самого Первого Дума. Здесь у нас... Ну, что-то вроде мануала есть. Есть даже задняя обложка. Так вот. Вот. Ну, значит, эксклюзив уже на PlayStation. Это игра The Last Guardian. То есть она уже у нас с русскими субтитрами. Хотя полностью там на японском. Вот так она выглядит. То есть... Одна, кстати, надо признаться, из немногих игр, которые я покупал именно новой. То есть не с рук. Киллзон в плену сумрака. То есть что он из себя представляет? Ну, по факту, в принципе, такой пока на сегодняшний день последняя игра в линейке шутеров Киллзон, эксклюзивных для PlayStation. Значит, входила она еще в стартовую линейку на PlayStation 4. Вот, взял ее с рук. В принципе, самый такой... Дешево мне очень достался этот диск. Значит, Орден 1886. Ну, в принципе, игра неплохая. Покупал с рук. То есть... Прошел, кстати, вот ее где-то дня за два. Так не особо не напрягаюсь. Ну, в сравнении то, что с ней говорят в интернете, что якобы, дескать, игра слишком короткая, там, ну, плохая, ну, там, с кучей дыр каких-то сюжетных. Ну, не особо это, честно говоря, заметил. То есть, если в нее так запойм не играть, то оно, в принципе, нормально. Чем-то мне Uncharted очень напомнило. Значит, Ratchet & Clank. То есть это... Получается, что по факту полный ремейк оригинальной игры на еще второй PlayStation в самой первой части. Ну, уже с добавлением механик из всех предыдущих, последующих, точнее, игр, если быть правильным. А также самое главное, что туда добавить у нас догадались, это то, что на тот момент Sony запускал полуметражный мультфильм про Ratchet & Clank. И как раз-таки Sony догадались, ну, что называется, сделать еще под это дело и игру. Вот. И у нас в фоне мультфильма, которая казалась так себе. Игра гораздо лучше и выгоднее смотрится, гораздо она на самом деле интереснее. Мне вот очень хорошо. Она, что называется, зашла с удовольствием, но и хорошо. Значит, еще один PlayStation-ский эксклюзив это игра Bloodborne. Вот. То есть, пока, как не игра, честно говоря, не разобрался, потому что, ну, очень она уж каркорная. То есть, видимо, долго буду с ней разбираться, как в ней играть. Значит, дурная репутация, второй сын, ну, или Infamous, как ее тут догадались назвать, потому что, честно говоря, события на первых двух частей на PlayStation 3 связаны, она слабо. То есть, ну, как ни странно, игра мне вот эта понравилась полностью. То есть, пожалуй, одна из немногих таких PlayStation-ских эксклюзивов на четвертую PlayStation, который у меня почему-то меньше всего вопросов. Значит, дурная репутация, Infamous, Первый Свет, это, так скажем, сюжетное такое дополнение к дурной репутации Второй Сын. Вот. То есть, мне не знаю, даже больше он понравился, чем, собственно, Второй Сын. Хотя, игра достаточно такая короткая, можно запаривать вечеров и его пройти. Вот. Один, опять же, из немногих дисков, которые я покупал в новом, это Mirage Cataclysm. Да. Вот. То есть, продолжение, перезапуск классического Mirage. Вот. Вот так, значит, он у нас выглядит. Там какая-то, у нас рекламка, сам диск. Ничего такого особенного. Он пока только начал играть, почему принял сказать, могу. Значит, Motor Combat X. Вот. Это обычный X, то есть, еще не XL. Ничего в нем, честно говоря, особенного нету. Ключ на горе уже не работает, поскольку покупал его срок. То есть, драйвер Клаб. То есть, у меня вот этот диск шел в комплекте вместе с моей приставкой. Вот так я его покупал. Что интересно, кстати, из всех дисков, туда у меня и Ретчет и Клаб входил, например, вот нигде не было такой пометочки, что не для продажи отдельно. То есть, только почему-то надо Ревер Клаб, его догадались налепить. Вот. В принципе, такая обычная гоночная игра, ничего в ней экстраординарного нету. Так, поиграл даже, что-то там прошло в ней. Вот. Игра, которая меня очень с вами обрадовала именно тем, как она оформлена. Это, конечно, Ведьмак 3. То есть, обычно 3-й Ведьмак без дополнений. Вот. Но, меня именно обрадовала даже самое обычное, не коллекционное, никакое. Вот такое простое издание для PlayStation 4, потому что, что у нас здесь есть? А у нас здесь есть карта на гербовой бумаге, за гербовой печати мануфактуры, которая вроде как ее делала. То есть, даже не глянцевая такая бумага обычная. Значит, пожелания от компании CD Projekt Red, тем, кто купил эту игру. Значит, краткий гайд по вселенной Ведьмака, где вкратце описывается, кто такие Ведьмаки, что вообще из себя представляет мир, где они живут и так далее. Вот. И, да, руководство пользователя полноценное, бумажное. То есть, тут даже вот несколько страниц, то есть, это не абы что. Вот. Сейчас, конечно, к сожалению, таких изданий почти никто не делает. И вот это было действительно очень приятно такую игру себе в коллекцию получить. Вот. Значит, тоже шла у меня вместе с консолью. Это обычный Horizon, Zero Dawn, то есть, без всяких дополнений, без всего остального. Вот, в принципе, она на первой игре, которая на PlayStation 4 прошел. Честно говоря, больше мне эта игра понравилась, в принципе, всем, кто будет себе PlayStation 4 покупать, очень рекомендую. Вот. Uncharted 4 Путь Вора. То есть, покупал ее с рук. Самое, что интересно, она тоже из какого-то багла выползла, потому что здесь как раз-таки есть пометка не для продажи отдельно. Вот. Ну, по сравнению, например, с первыми тремя частями Uncharted 4, меня игра это немножечко разочаровала, потому что сюжетная неимплейна, как-то начинает она в середине игры провисать. То есть, у нее очень прикольное начало, у нее очень прикольный конец, но какая-то немножечко вяленькая середина. Вот. Это меня немного расстроило. Вот. Даже до рассвета. То есть, вот эта игра у нас в так называемом жанре мыльного кенца, как его любят называть, все недоброжелатели. Но здесь, в данной игре, могу что сказать, все это доведено если, например, предыдущих каких-то своих эксклюзивов, типа там, допустим, того же самого Хеверейна, как-то там было не все гладко и с сюжетом, и с какими-то другими вещами. Вот. Вот здесь сделано на самом деле все отлично. То есть, вот эта формула мыльного кенца уже доведенная до абсолюта. Ну, или интерактивного кенца, кому как больше нравится. То есть, сделана она у нас по завету у всех вот этих молодежных корров, так называемых, вроде там, всякой три, копилы и так и подобных. Но, значит, здесь есть какой один маленький очень нюанс, что я обычно такие молодежные хорроры не очень люблю. То есть, поначалу мне, конечно, мне как-то неинтересно было играть, но, соответственно, потом вот уже, как уже там начинаются какие-то убийства, начинается какая-то движуха, действительно, уже было интересно ее пройти, с большим удовольствием ее уже прошло, прям вот не оторваться было. То есть, вот, очень всем рекомендую, особенно если вы вот любитель такого, скажем так, жанра молодежных хорроров. Вот, Uncharted, утраченное наследие, то есть, тоже, очень насчет этой игры сильно сомневался, потому что тут, надо признаться, компания Naughty Dog, кто делал у нас все Uncharted, догадалась прогнуться под циркисяновскую мафию, вот, в связи с чем все вот потекающие очень многих современных игр женскими персонажами. У нас пошли, в том числе, обезобразили совершенно Хлою, сделав из нее какую-то, это, трехолюдину. Вот, и я, честно говоря, ожидал вот эту игру худшего, но почему-то мне вот этот Uncharted понравился гораздо больше, чем четвертая часть. То есть, он как раз таки именно не затянут, и нигде не провисает. Пускай даже вторичен как-то по отношению даже к ординальной трилогии Uncharted 3-го PlayStation, но, на самом деле, гораздо как-то больше он мне зашел. Более гораздо интересная, как я считаю, вот такая вот игра по сравнению с четвертой частью. Но единственное, где-то проходится на часов за 8-9, вот мне больше не потребовалось, чтобы его пройти где-то за 2-3 дня, за 2-3 вечера я его спокойно, честно говоря, сдавил, но вот не жалею, действительно, игра мне зашла. Ну и, конечно, Transformer Devastation, то есть, по мотивам классического, еще американского мультиграла Transformer, так называемого Generation 2, как раз таки, который выпускался с 1984 по 1987 год, делал эту игру или байонеты. очень мне эта игра зашла, вот купил я себе физические копии, кстати, покупал диск абсолютно новым, то есть, мне было тоже вот, большая редкость, очень игрой, ты доволен, даже несколько раз ее уже прошло. Вот, ну, а на сегодня это все, если что, в любое время в будущем будут еще какие-то ролики из цикла My Game Collection. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok